Добрый день! Сегодня мы поговорим о начальном этапе карьеры предпринимателя и у нас в гостях начинающий предприниматель Вячеслав Лузин. Добрый день! Здравствуйте! Вы еще студент? Да, вы еще студент и уже начинаете какую-то предпринимательскую карьеру. Я правильно понимаю? Все верно. Ну вот в начале 90-х все хотели открыть свое дело, оказалось это очень просто. Многие начинали и добивались каких-то своих целей. Но вот прошло время и на сегодняшний день есть такое мнение, что немножко снизился интерес к предпринимательству как таковому. Вот среди молодежи, на ваш взгляд, все-таки преобладает мнение, что лучше начинать свое дело, то есть быть предпринимателем или лучше устроиться в какую-то надежную компанию и сделать карьеру? Как на ваш взгляд? Но все-таки здесь с разных сторон можно рассматривать это мнение. Если идти по одному пути, то можно сказать, что молодежь в частности стремится все-таки добиться, преодолеть себя, добиться своей цели, открыть свое дело. Но в частности это от 18 до 24 лет это происходит. По исследованиям психологов, после 24 у человека происходит некая переработка организма и как раз у него... Переоценка ценностей. Да, угасает эта деятельность, и он уже, как скажем, идет по одному пути, зная, что у него есть... Ну то есть если не получилось за 24, то тогда уже велик процент, что он станет, сделает карьеру. Да, это если смотреть со стороны психологов. Если смотреть со стороны другой, то здесь, да, если, например, у человека есть своя деятельность, это, во-первых, он уже взял на себя большую ответственность за персонал, за жизнь своего персонала. Существуют некие риски, непродуманные причем здесь. Поэтому многие факторы играют и подталкивают на то, чтобы человек как раз шел и искал себе наемную работу, то есть не открывал свое предпринимательство. У меня, например, планы были таковы, что год назад на четвертом курсе, когда я был, сейчас заканчиваю пятый курс Сибирского института бизнеса и информационных технологий по специальности «Перекладная информатика в экономике», были планы открыть свою деятельность, свой таксопарк. Угу. То есть как бы не связаны вообще с специальностями выбранных? Ну, в принципе, была некая часть связки. Пробовал разрабатывать именно программное обеспечение, которое было направлено на как раз деятельность таксопарка. Началось все с того, что в институте через одного преподавателя предложили просто разработать базу данных для одного таксопарка, который тоже планировали уже открыть. Прикладная деятельность такая? Да. Прикладная деятельность. Ну, взялся за это дело, сразу же не отказался, то есть появился интерес. Буквально полтора-два месяца поработал в этой предметной области, интереса стало еще больше, начал идти к этому разрабатывать это программное обеспечение. Но спустя, наверное, уже второй месяц с этими людьми у меня связь потерялась, там по неким причинам, поэтому своя работа, свой результат остался, а люди с этим таксопарком исчезли. Бывает так. Скажем так, да. Там свой бизнес, поэтому… Это тоже показатель, на самом деле, то есть не каждый бизнес вот так вот развивается постепенно и вверх, да, иногда бывают действительно трудности и кризисные ситуации. То есть вот этот вот пример, то, что таксопарк пропал, вас не отпугнул? Нет. Все-таки, когда связь потерялась с этими людьми, идея пошла дальше, соответственно, действия пошли дальше, начал заниматься более углубленно, изучил предметную область. Ну и в частности, вот, например, своим результатом было то, что все-таки добился того, что разработал автоматизированное рабочее место для диспетчера такси в своем институте, причем уже плотно очень связался со своей специальностью, что еще больше разжигало огонь интереса. То есть на самом деле в человеке все-таки должна быть какая-то такая предпринимательская искра, и уже не важно, как она себя, так сказать, подпроявит, в какой специальности, главное вовремя понять, что вот из этого можно как бы извлечь прибыль. Я правильно понимаю? Да, 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 все верно. Если продолжать тему предпринимательства, да, и молодежь, все-таки на раннем этапе больше у людей информации, ну так сказать, о трудностях предпринимателей, да, или наоборот немножко такое радужное представление, что свое дело, это вот круто, сам себе хозяин. Все-таки я считаю, если человек отдал себя предпринимательской деятельности, то этот человек должен быть прежде всего оптимистом повышенного уровня, поэтому прежде всего, когда сталкиваемся с трудностями, когда где-то промахиваемся, не попадаем в цель, у нас сразу же срабатывает реакция, то, что вот вдруг, если дальше не получится, все плохо, да, пессимист. Пессимист никогда не будет предпринимателем, если он действительно пессимист, поэтому на первом плане должен быть оптимизм, и он должен гореть постоянно, энтузиазм, оптимизм. Иначе, если будет человек-пессимист, он просто не сможет открыть эту деятельность. Ну понятно, но вот общаясь в своей среде, я все-таки хочу сказать не только о вашем мнении узнать, но и мнение вот тех, кто рядом с вами, как раз они, молодые люди на сегодня, они все-таки не боятся трудностей, то есть они как бы с открытыми глазами идут в пучины предпринимательства. Есть, да, есть такие знакомые, которые, например, сразу без всяких помех, вот буквально, например, идем в кино или еще куда-то, возникает какая-то идея, все, мы буквально можем достать тот же блокнот, тот же расписать этот план, подсчитать прибыль-убль, то есть бизнес-план, все дело идет. Ну здорово. Да, то есть такой оптимизм, он идет, идет, идет постоянно. Есть другие знакомые, которые уже более-менее реалистичнее рассматривают. То есть первый этап прошел? Да, первый этап. Идея загорелась, да, но ее надо конкретно обосновать. Тогда делали мозговой штурм, более трезво, скажем так, обсуждали все проблемы. Естественно, были такие, которые сразу хотели после окончания учебы открыть свое дело. Другие, наоборот, считали, что нужно иметь много связей. То есть, как говорят, один в поле не воин. Но я считаю, что все равно он воин, если он верит, прежде всего, в самого себя. Потому что верой в самого себя можно, я думаю, добиться многого. Вера – это замечательно, и действительно без этого трудно начать свое дело. Но вот на ваш взгляд, чего не хватает в окружающей среде? Ну вот со стороны общества, со стороны власти, со стороны того же бизнеса, чтобы молодежь, как бы сказать, достаточно плавно вливалась в предпринимательское движение? У кого-то не хватает, например, своей фундаментальной базы для открытия. То есть, кто-то еще не владеет знаниями, которые нужны для открытия своего дела. Поэтому некоторые идут получать второе высшее образование, дополнительно какие-то курсы проходят. У других, наоборот, это все есть, даже внутренний потенциал уже у них существует. Но они пессимисты. Они, то есть… Казалось бы, все есть, не только уверенность. Да, казалось бы, вот открой этого человека, дай ему условия, он спустя год… Но он может стать партнером. Да, ну поэтому здесь уже дело времени, дело психологии, насколько его можно убедить, подтолкнуть. Некоторые еще боятся просто этого, боятся брать ответственность на себя. Кроме ответственности, я имею в виду, может быть, какие-то специальные программы, может быть, программы поддержки, может быть, как бы, постепенное выращивание. Вот с этой стороны. Конечно. Существуют у нас в Омске, например, бизнес-инкубаторы. И также мы возьмем, например, все знакомые с Лигой профессиональных управленцев. То есть это союз предпринимателей, которые объединены одним интересом – это предпринимательство. Как раз вот сотрудничая с такими органами, с тем же бизнес-инкубатором, молодежи дают условия для как раз для открытия своего предпринимательства, для того, чтобы понять суть, понять психологию предпринимательства. Ну, даже получить поддержку на каком-то этапе, то есть, может быть, какая-то консультационная помощь, может быть. Идея – это хорошо, но на самом деле иногда конкурентная среда настолько плотная, что эта идея, так сказать, трудно самостоятельно развиться. Может быть, вот здесь какая-то поддержка нужна. У нас сейчас тоже проблема возникает, как привлечь молодежь к тому, чтобы открыть это предпринимательство. Это то, с чего начали. Поэтому здесь нужно искать все пути, все альтернативы. Здесь нужно создавать как раз таки, не только чтобы они участвовали в бизнес-инкубаторе, например, еще в каких-то органах. Я бы сказал, даже создавать свою студенческую внутреннюю среду для создания вот этой фундаментальной базы. То есть, потом уже применять это на практике. Также подключать всех доступных предпринимателей, которые хотят тоже сотрудничать с будущими предпринимателями. Вот, например, планировалось сейчас молодежный парламент открыть у нас по ОМСКу. Тоже такой орган должен быть таким очень надежным и сильным источником, партнером именно для молодежи. Потому что именно там они получат опыт и открытие своего дела. Ну, это уже парламент, это уже больше политика, скорее всего. Хотя, на самом деле, как предприниматели там тоже в составе были. Ну, вот на ваш взгляд, какой возраст наиболее подходящий для того, чтобы взращивать предпринимательское такое движение, предпринимательское ощущение жизни? Если это студент, обычно все с этого начинается. Ну, иногда даже в школе сейчас есть предмет такой предпринимательства. Я вот поэтому спросил, насколько рано вот на сегодняшний день можно начинать? Если смотреть с разных сторон, да, если уже идти со школы, некоторые профильные уже предметы, как экономика, аналитика, предпринимательство, да, они уже существуют, их внедряют, пытаются уже с раннего возраста привить в молодежи суть психологии предпринимательства. Кто-то уже со школы уже знает, например, что, да, вот я отучусь, я получу базу, может быть, даже уже после школы будут какие-то навыки, я открою свое дело. Кто-то только после окончания вуза, да, может открыть, также имея какие-то свои связи, а кто-то может и в 30, и в 40 лет. Но тут, конечно, я бы больше отметил возраст именно от 18 лет, поскольку именно в этом периоде происходит формирование, и какой-то интерес уже заложен в молодежи предпринимательской деятельности. А вот насколько важен положительный пример предпринимательства, ну, например, там, родителей, знакомых, то есть он видит, например, да, все развивается, все хорошо, то есть я хочу пойти по его пути. Или здесь не важно, здесь вот важно как бы просто мироощущение. Ну, все-таки здесь идет вот эта воспитательная функция образовательства, прежде всего она от родителей отталкивается, педагогические технологии, да, как это правильно сказать. Вот, и поэтому здесь уже идет формирование вот именно тех интересов, которыми, например, заняты родители. Да, есть такой, например, контингент, которые, скажем, идут не по стопам родителей, да. Снимаются одной эти интересы, а я хочу другой теннис. Ну, бывает такое. Мое право, да. Ну, вот в основном, да, родители закладывают как раз вот эту фундаментальную базу, а если тем более оба родителя, да, например, генеральный директора или предпринимателя, не обязательно, не будем в должности касаться, то есть, соответственно, ребенок тоже будет смотреть на эту часть, то, что, да, например, вот родители, они имеют на сегодняшний момент то-то-то. Им это интересно, ребенок видит, насколько это им интересно, поэтому у него же формируется такой аналитический склад, он уже начинает проявлять интерес к этому. Для вас что явилось таким толчком, что явилось таким ярким примером предпринимательской деятельности? Ну, прежде всего, это то, что ты хозяин своему делу, именно ты разрабатываешь, развиваешь это свое направление, и у тебя своя команда, с которой ты работаешь каждый день. Это твои единомышленники, то есть, это твоя, скажем, некая вторая семья, которых ты также выращиваешь, которые получают опыт от тебя, и ты, может быть, в чем-то от них опыт черпаешь. Вот, поэтому для меня это явилось, прежде всего, тем, что это собственное дело, творческое, прежде всего, дело, потому что я тоже человек творческого плана, поэтому больше расположен к тому, чтобы что-то придумывать, разрабатывать, реализовывать, эксплуатировать. Вот, конечно, работа по найму – это тоже замечательная работа, но все-таки, как писали психологи, что некоторая монотонная работа, связанная как раз с наймом, она превращает людей, можно сказать, если тем более это нелюбимая работа, да, она превращает людей просто, скажем так, в неких роботов, да, которые идут и просто выполняют свои функции. Но есть такое выражение, когда человек счастлив, да, говорят, он счастлив тогда, когда он идет на свою любимую работу. Все-таки для вас вот предпринимательство – это способ самореализации или вот ощущение свободы, то есть, что хочу, то и вот как бы и делаю? Скорее всего, это будет способ свободы, то есть, это неограниченность твоих возможностей, неограниченных собственной силы. Ну, то есть, только от вас зависит, чем сегодня заняться, вот какое направление развивать. Дело в том, что наемному человеку нужно еще доказать хозяину бизнеса, какое вот направление в их предприятии, да, принесет прибыль. А хозяин предприятия, он сам решает, как бы, вот это вас больше привлекает. Самостоятельное решение – их реализация. Да, самостоятельное решение, ну и в частности, конечно, это моя собственная команда, то есть, с которой я буду работать. Важно создать команду единомышленника, то есть, те, которые будут поддерживать. Ну, уже есть наметки команды? Команометки, конечно, есть, да, есть свои знакомые, свои друзья, с которыми уже не один десятый или сотый раз были проговорены все идеи, все бизнес-планы, разработки. Поэтому, да, команда уже, в принципе, она у меня уже есть. А вот насколько в полном объеме вы осведомлены о тех трудностях, которые находятся предприниматели, так сказать, налоги, какие-то отчисления, конкурентная среда, ну, то есть, как бы, все, что связано уже, ну, такое, это теневое составление предпринимательства, да, то есть, то, что человек, например, там, хорошо зарабатывает, ездит на хорошей машине, это внешняя сторона, да, внутренняя иногда не видна, и не все об этом знают. Вот насколько вы осведомлены о тех трудностях, да, которые сопровождают само предпринимательство? Ну, здесь вот, когда разрабатывал уже бизнес-план, таксопарк, я его не один раз разрабатывал, очень много разработок. Там тоже были свои казусы, да, сразу столкнулся с тем, что сколько водителей нужно набрать, да, сколько заказов будет выполнять. То есть, погружение было глубокое в бизнес? Углубился в эту предметную область и уже разобрался с конкурентами, можно сказать, какие по популярности сейчас идут. Фраза хорошая, разобрался с конкурентами. Поисследовал этот рынок, ну, в частности, я бы сказал, что, конечно, сейчас каждый день меняется рынок, меняются условия, то есть, сегодня ты здесь, завтра ты там, пришли, сказали, налоги поднялись, да, какие-то изменения еще в правовой сфере. Нужно какие-то отчисления, нужна страховка, как бы, ну, даже какие-то несчастные случаи, так сказать, вот, ну, я имею в виду ДТП на дорогах, это же все ложится финансовым временем на таксопарках. Да, здесь, как бы, я не отталкиваюсь на то, что вот я именно изучил все и успокоился, то есть, это требует каждого, каждый день нужно что-то изучать, что-то где-то узнавать, развиваться самому как-то, то есть, ну, время меняется, поэтому... Ну, то есть, трудности не пугают? Конечно. Это оптимист, он преодолеет все трудности. Это оптимизм, да. Все-таки был ли кто-то для вас вот таким, ну, примером предпринимательской деятельности, ну, реальный человек, неважно, это может быть даже не там человек, которого вы лично знаете, да, может быть, как на мировом масштабе, или такого человека не было? Ну, естественно, этот человек был, даже могу его назвать, это Радислав Гондопас, это человек-бизнес-тренер международного класса, я очень многое уже со школы начинал изучать этого человека, его деятельность, в частности, просматривал его, не знаю, сколько уже в количестве видео. У него именно направление идет, как презентовать какую-то информацию, как правильно ее изобразить, эту информацию, да, как правильно выступить в презентации. Ну, в конечном итоге, как преподать свой бизнес, может. У него очень грамотно поставлено ораторское мастерство, у него очень дикция выработана, ну, много еще можно качеств перечислить, поэтому я с него брал очень много примеров, даже его шаблоны поведения, его высказывания, поэтому он был таким, есть до сих пор моим кумиром. Да, естественно, помогло, добився вот в этом году победил номинацию «Студент года». Как раз именно в этом мероприятии требовалось искусство ораторского мастерства и искусство преподавания как раз подачи информации, да, скажем, в своем формате. Вот это я хотел узнать, потому что иногда люди видят, например, там, яркий пример предпринимателя, там, не знаю, Прохоров, да, вот он такой успешный предприниматель, но это вот так заоблачно, что вроде бы как и взять нечего, да, кроме как изучения его биографии. Здесь конкретный пример, конкретное изучение, которое в жизни помогло, ну, здорово. Кроме таксопарка, может быть, какие-то были еще какие-то маленькие предприятия, которые там успешно действовали на своем жизненном пути? Да, есть знакомые, которые открыли недавно свой фотосалон, свой фотосалон, и помимо этого даже еще открывали и салоны красоты, то есть это там было визажное искусство, различные дизайнерские направления, вот, тоже общался с этими людьми, и тоже они рассказывали также, какие у них были преграды, какие были затруднения, вот, ну, например, если один открыл фотосалон со стартовым капиталом, ну, 200-250 тысяч, да, у него очень удачно пошел этот бизнес, и буквально за два месяца он уже это оправдал. И сейчас просто нет отбоя от клиентов, они постоянно идут, 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 он уже начал разрабатывать имена. Ну, вот, ему никто не помогал, я имею в виду, как бы, вот, ни одна из общественных организаций, то есть вот самостоятельно? Нет, только, только родители, только родители ему в частности. Нужно было еще убедить родителей, что дело пойдет, это тоже немаловажно. Да, там риски тоже были свои, но все-таки родители решили снять этот шаг, и я думаю, сейчас они не жалеют. То есть они обошлись без какого-то кредитного такого капитала, да, то есть свои собственные средства, собственное дело. Ну, то есть нужно было снять в аренду, наверное, на какое-то помещение, взять вывеску. Да, конечно. Офис. То есть весь этот техпроцесс вы уже там изучили. Да, ну, ему помогли очень хорошие связи среди как раз нашей молодежной среды, поэтому они ему помогли разрекламировать этот фотосалон, и самореализоваться, и уже получить свой статус на сегодняшний день. Что ж, это действительно удачный, положительный пример. Он занимался тем, что ему нравилось, я так понимаю, да, это вот такой вот классический пример, когда свое хобби ты можешь сделать работой, ну, приносящей прибыль. Да. Ну, такое хобби какое-то у вас есть, кроме таксопара? Ну, кроме таксопарка у меня было очень много хобби, честно говоря, вот уже после школы я не мог долго определиться, куда поступать, потому что кругозор был очень большой. Хотелось быть и медиком в медицинской сфере, хотелось быть и в спортивной сфере, добиться своих результатов, и в банковской сфере хотел, и хотел даже военным быть, вот. Но в итоге вот судьба свела с институтом бизнеса, и не жалею нисколько, что пошел в этот институт, добился таких результатов. Ну, а по деятельности начинал с института, то есть сначала был в составе студенческого совета, потом к третьему курсу стал председателем студенческого совета в заведении. Потом, после этого, вышел на городской уровень в администрации Центрального административного округа, занял пост председателя молодежного совета, был в составе городского совета, и сейчас до сих пор там вот тоже было свое направление молодежное предпринимательство, в частности, бизнес-инвестирование и сотрудничество как раз с предпринимателями омскими, вот. Потом также стал победителем студента года 2012. Ну, а если говорить о хобби, то здесь они тоже разные. Занимался спортом, имею разряды спортивные по разным видам. Это легкоатлетика, и настольный теннис, и баскетбол, и зимний и летний палеотлон. В творчестве себя находил до сих пор и на сцене, выступая в качестве ведущего, в качестве организатора. Разносторонний. Да, утиноамериканскими танцами занимался. Сейчас освоил синтезатор и гитары электрические, поэтому и акустические. Времени хватает, поэтому... Что бы вы порекомендовали вот таким же студентам, которые, в общем-то, где-то внутри, может быть, и готовы стать предпринимателем, но что-то их сдерживает? Вот что нужно в себе преодолеть? Может быть, найти каких-то партнеров? То есть, ваши рекомендации какие могли быть? Я бы посоветовал бы все-таки преодолеть самого себя. Сейчас, вот на данный момент, занимаюсь самовоспитанием. Даже могу сам, например, пройти какой-то тренинг для себя, какие-то важности для себя исключить. И вот порекомендовал бы, прежде всего, быть целеустремленным и целеустремленным оптимистом. Использовать в жизни все, что тебе она преподносит, я бы так сказал. Поэтому все, что тебе дает жизнь, цепляйся за нее, используй все шансы, все возможности, не упускай. Даже если знаешь, что у тебя не получится, попробуй все равно, как говорится, чем больше ошибок. Это будет опыт. Да, чем больше ошибок, тем больше опыта мы получаем. Ну и, конечно, прежде всего, вера в самого себя, это и уверенность. И уверенность в том, что ты даже преодолеешь самого себя, ты поборешь этот страх. Идти вперед, 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 еще раз вперед. Ну, а то есть и в случае неудачи, конечно, не падать, не сдаваться. Конечно. Кроме уверенности, что еще нужно? Какие-то денежные средства, связи? Что еще может помочь стать успешным предпринимателем? Конечно, здесь, ну, если смотреть карьеру человека, когда мы становимся каким-то уже выше в должности, еще здесь очень бывает проблема, например, остаться таким же, каким ты был человеком. То есть здесь деньги могут поменять человека, карьера, его должность. То есть, скажем так, человек может приобрести звездную болезнь. Здесь тоже очень важно не приобрести эту звездную болезнь, остаться таким же человеком. Преодолеть. Каким ты, да, каким ты и был, то есть, и также продолжать общаться с друзьями на таком же уровне. То есть, не быть высокомерным, то есть, ну, держаться того же уровня, которого ты и достиг. Ну, тут же и связи тоже тебе будут помогать. Здесь же и денежные средства, да, как вы сказали, тоже будут помогать. Ну, брать от жизни все, что оно тебе дает, это, да, и связи, и финансы, и все возможности, которые тебе дают. Дает, например, если ты студент, дает тебе вуз, если ты школьник из школы, ну, если ты, конечно же, предприниматель, это другие предприниматели, которые делятся с тобой опытом, выращивают тебя, да. Вот, поэтому нужно становиться успешным, быть успешным. То есть, человек сам строит свою судьбу. Да. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. А я напоминаю, что мы говорили о том, с чего начать свою предпринимательскую карьеру, и у нас в гостях был студент и предприниматель Вячеслав Лузин. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.